12 происшествий на железной дороге зафиксировано с января текущего года в Дагестане. Такую статистику приводит Махачкалинский следственный отдел на транспорте. В связи с участившимися случаями детского травматизма, ведомство призывает родителей обратить особое внимание на разъяснение детям правил нахождения в зоне повышенной опасности. Прежде чем перейти, смотрю по сторонам, едет ли поезд или нет. Если нет, то перехожу. Подросток Ислам один из немногих, кто знает правила поведения на железной дороге. Многие ребята, пренебрегая запретом, цепляются за автосцепки и подножки вагонов. Шалости не остаются без последствий, и дети получают травмы различной тяжести. Происходит и в Махачкале, и вдоль железной дороги в городе Кизилюрт, в сторону Хасаверта. Так у нас за один день в городе Кизилюрт на двух различных участках произошло травмирование двух несовершеннолетних. Оба они в промежутках нескольких часов залезли на вагоны, где произошло поражение электрическим током. Движущийся поезд остановить непросто. Его тормозной путь в среднем составляет около 1000 метров. Кроме того, надо учитывать, что поезд, идущий со скоростью 100-120 км в час, за одну секунду преодолевает 30 метров. А пешеходу, проходящему железнодорожный путь, требуется не менее 5-6 секунд. В таких условиях дети не всегда могут оценить реальную опасность, поэтому разъяснить им правила поведения в зоне опасности должен родитель, считают представители Махачкалинского следственного отдела на транспорте. При переезде железной дороги необходимо ориентироваться и смотреть на световые, звуковые сигнализации, а также на положение шлагбаума. При отсутствии шлагбаума обязательно необходимо посмотреть и убедиться в отсутствии подвижного состава. Нельзя вести какие-либо подвижные игры, бежать навстречу поезда или параллельно ему. Основные трагедии с несовершеннолетними происходят тогда, когда дети беспечно бродят по железнодорожным путям в наушниках или попросту ищут здесь развлечения, в то время как эта зона требует особого внимания.